Добрый день, уважаемые слушатели нашего университета! И мы продолжаем нашу беседу относительно диплопии. Помните, что это такое? Это двоение. Мы отработали назад и хотим узнать первую причину. И, скорее всего, эта причина кроется в районе шейно-воротниковой зоны. Оттуда надо начинать. Это не значит, что это основная причина, но, как правило, чаще всего. Поэтому это часть позвоночника. Мы говорили о корректоре осанки. А теперь что надо делать? Медикаментозно определить невролог. Кроме этого, помните, очень важно это массаж шейно-воротниковой зоны, грамотный массаж специалистам и, кроме этого, электрофорез. Электрофорез чаще всего не делают. А вот это уже абсолютно недопустимо. Электрофорез – это введение с помощью электричества, введение лекарства. Электрофорез должен вводиться при двоении на глаза и в район шейно-воротниковой зоны. Это дает нам возможность не насыщать весь организм медикаментами, а именно направлять именно в зону очага, то есть первопричину. Вот это очень важно знать. Электрофорез можно делать в том числе и на дому. Для этого существуют специальные приборы для применения на дому. Так называемые домашние тренажеры для электрофорезов. Их много конструкций. Мы применяем их широко. Помните нашу рубрику? Все в основном делать дома. Я понимаю, что это в кабинетах физиотерапии, но когда процесс хронический, когда нужно делать с большой периодичностью, конечно, надо стремиться все это делать дома. Значит, основное лечение это на лечебном конвейере, так как у нас. Значит, у нас лечебный конвейер создан впервые в стране, когда от одного аппарата переходит пациент к другому, к третьему, совершенствуя свои функции. Поэтому у нас электрофорез этот в системе лечения, а продолжение желательно на уровне дома с помощью вот этих портативных приборов по электрофорезу. Наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Следующий вопрос мы будем освещать. Каким образом, с помощью дополнительных методов применения на дому, помочь позвоночнику? Это будет так называемый Топрелакс. Очень интересное устройство, приборчик, который может помочь вам на уровне дома. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова